Игорь Эйдман, социолог и политолог с Немеччины, долучается зараз до нашего эфира. Игорь, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день. Игорь, вот показываю Пригожина, говорит, что те, кто воюет, иногда умирают и планируют целый мемориал создать на кладбище своих зеков. Как вам такая героизация в России? Ну, ничего удивительного. По большому счету, в России происходит такая социология, называется аномия. То есть опрокидываются все многовековые морально-нравственные нормы, на которых, в общем-то, стоит любое общество. То есть всё теперь перевёрнуто с головы на ноги, с ног на голову и так далее. То есть всё наоборот. Теперь героями в России считаются те люди, то есть уголовники, которые совершали чудовищные преступления. Есть несколько случаев, о которых писала пресса, когда героями объявляются люди, например, которые убили человека, который убил свою мать, например, или который убил свою бабушку. Насильники, убийцы, серийные убийцы объявляются героями. В их честь, в их память ставятся какие-то памятные доски в школах, где они учились, какие-то парты памятные. То есть культ преступников, культ убийц в России процветает. И один из авторов этого культа — это господин Пригожин, который сам является законченным уголовником и убийцей, который сидел за какие-то совершенно зверские преступления ещё во времена Советского Союза. А после этого он занимается, как мы сейчас знаем, криминальным бизнесом на человеческой крови, на смертях, торгует трупами своих уголовников, которых он в массовом порядке отправляет на убой, выманивает из своих зон, а потом отправляет на убой по заказу власти государственной, которые, конечно, заинтересованы, чтобы в стране было как можно меньше таких людей. И, в общем, этот преступник занимается утилизацией уголовников и ещё при этом пытается повлиять на ситуацию в стране вместе с властями, вместе с пропагандой в направлении героизации вот этих уголовников, которых он же сам совершенно холоднокровно просто утилизирует, в том, что и убивает напрямую. Потому что множество данных о том, что там расстреливают, убивают любых своих рекрутов, которые пытаются каким-то образом сохранить свою жизнь, как-то нарушить приказ или что-то в этом роде. Так что, в общем-то, ничего удивительного. Это уже последние месяцы происходят в России совершенно с очевидностью. Да, действительно, как говорят и наши военнослужащие украинские, что они идут разминовывать с собой минные поля, но идут, потому что боятся, что просто назад они не вернутся. Их там всё равно за неисполнение приказа на месте расстреляют. И показательные, сколько мы видели, казни там происходят. Но вот теперь мы видим такую тенденцию, Игорь, что по данным, по крайней мере, британской разведки, Пригожин опять подружился с Министерством обороны Российской Федерации. И они там вместе уже в своих последних тщетных попытках собираются штурмовать Бахмут. Я напомню нашим зрителям, что Пригожин последние несколько месяцев просто люто критиковал Министерство обороны и говорил, что его никуда не пускают, трубку не берут, боеприпасов не дают. Ну, периодически выходил с заявлениями, что боеприпасы всё-таки как-то дают в небольшом количестве. О чём нам свидетельствует это примирение, о чём говорит? Что просто они понимают, что у них уже нет никаких шансов и решили уже ладно, подружимся снова? Я думаю, что просто они получили приказ с самого верха. Путин там сказал и Пригожину, и военным, хватит уже тут грызться друг с другом, немедленно там договаривайтесь и вперёд, значит, в атаку совместно. Но, конечно, никакой там любви и дружбы у них нет. Это вынужденный союз, видимо, по приказу с верховной власти. И этот союз, я думаю, недолговечный. Как только давление вот этого ослабнет, они опять перегрызутся. Игорь, ещё об одном Пригожине я вас спрошу. Так уж извините, последнее время получается. Мы с вами о Пригожинах и разговариваем. Помните, когда была опубликована аудиозапись разговора Ахмедовой Пригожина? Мы с вами говорили, что этому Иосифу Пригожину, который продюсер, бизнесмен, муж Валерии, надо будет аккуратно кушать в заведениях общественных. И шампанское пить, так оглядываясь, ничего ли туда не посыпали. И вот сегодня утром поступала информация о том, что госпитализировали Пригожина. Прямо со съёмок телешоу «Звёзды» сошлись. Позже эту информацию провергли. Уточнили, что госпитализация Пригожину не понадобилась. Что его вот просто осмотрели врачи. Видим эти фотографии. У него произошёл резкий скачок давления. Поэтому врачи таки приезжали. Сейчас он дома, ему лучше сообщает об этом первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. А что так нехорошо Иосифу? Как думаете, Игорь? Ну я не знаю, конечно, в данном случае, что ему имеет место быть. Человек он не молодой. Вполне возможен гипертонический криз. Но, как я уже сказал, конечно, ему не простят. А его откровение в разговоре с Ахмедовым. И если сам Ахмедов, в общем-то, достаточно защищён, он живёт в Аку, в Азербайджане, у него всё сквачено в Азербайджане, за всё заплачено, думаю, охраняет его хорошо, то Пригожин в силу своей профессии, он же публичный человек, он, конечно, беречься ему будет тяжело. И я совершенно не удивлюсь, если какого-нибудь новичка ему куда-нибудь чай в кофе подольют. Но думаю, что это будет не сразу после этого разговора. Есть такая пословица известная, да? Месть — это блюдо, которое едят остывшим. То есть никогда с местью обычно люди не торопятся, да? Вот те, у кого есть возможности. Я думаю, что месть, если у Путина, в общем, хватит времени ещё на месть, то, конечно, месть будет. Но будет она, конечно, не сразу, и так, чтобы это не было очевидно, что его очевидно отравили за или убили за то, что он так говорил. Но в ближайшее там не какое-то время, может быть, год или пару лет, конечно, ему нужно опасаться, и вполне вероятно, что с ним счёты сведут. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать другим, так называемым, значит, элитариям, в верхушке этой российской, что любой человек, который попытался как-то наезжать на пахана, пытался его как-то вербально опускать, что делал Путин в разговоре, пускай и приватно, он будет наказан. Это очень важно в этом воровском мире, который царит в путинской России. Очень важно, чтобы пахан был вне каких-то возможностей со стороны других, чтобы на него не могли наезжать, его как-то опускать. Потому что в противном случае он просто потеряет авторитет. И мы знаем, что Путин такие вещи не прощает. А он вообще очень мстительный, да, по своей натуре? Ну да, мы видим, что его мстительность, она много раз проявлялась, в том числе и в деле с убийством Бориса Немцова. То есть одна из версий, вполне вероятная, что помимо политической деятельности Бориса играла роль, то, что он вербально, что называется, пахана, как-то тыкал носом в его собственные паханские испражнения. В том числе он говорил напрямую, что я сейчас выражусь нецезурно, в виде исключения, но это будет прямая цитата, что Путин и... Ну то есть психически ненормально. И по этому поводу была истерика среди путиноидов тогдашних. Даже нас в суд хотели подавать и так далее, и так далее. Но потом, видимо, они решили, что суд это не наш метод, то есть не их метод, а их метод это подлое убийство из-за угла. Вы, наверное, слышали, как Слуцкий заявлял, ну понимая его маргинальность, но все же, что надо смертную казнь вести в России. Уже многие шутят, что давайте водите, потом Путина есть же и предадите этой смертной казни. Как вы думаете, это такое достойное у них было бы нововведение? И подало бы это вот окружение, когда им надоест, когда Путин проиграет самого же Путина этой смертной казни? Ну они могут вести смертную казнь специально для Путина. Сразу повесят и потом опять отменят, как говорил один герой кинофильма. Но да, ну вообще сейчас многие говорят в России о смертной казни. Не только Слуцкий говорил об этом и Миронов, Сергей Миронов, так называемый лидер в кавычках. Этой справедливой России. И говорил об этом сошедший с ума Медведев много раз, причем даже не один раз. Но Путин почему-то не хочет этого делать. Вообще Путин как боится резкие движения делать, в принципе. Он вот внутри, по крайней мере, страны, в международной политике, как мы видим, что он предпринимает какие-то совершенно агрессивные, безумные действия. А внутри страны он боится делать резкие движения. В том числе, это очевидно совершенно, что не вводит смертной казнь. Может, он за себя боится, действительно, за свою шкуру. Думаю, заведешь сейчас смертную казнь, и сам от этой смертной казни смерти приблишь. Так что не знаю, в чем причина, но пока как бы элитка, вот эта путинская, она уже готова, да, рвать там на части своих врагов. А Путин пока хочет ограничиться 25-летними сроками. Как пытаюсь, сейчас же уже прокуратура потребовала 25-летний лагерный срок для Владимира Ковра-Мурзы. Это известный российский политик, правозащитник. Таких сроков не было со времен Сталина. Вот ни больше, ни меньше. Так что, когда говорят, что в России еще пока, ну, мол, еще не сталинские времена, ну, вот мы видим приметы наступления уже времен практически сталинских. Да, Игорь, читала и ваши блоги, где вы говорите, что Путину выгодно будет вернуть эти такие времена сталинские, годы сталинские. Но он так и действует таких, в таком стиле. Надеюсь, это все видят и в мире, и уж точно уже теперь понимают. Благодарю вас. Огромное спасибо вам, что находите время, что разъясняете. Всегда рады вас видеть. До свидания. Игорь Эйдман, до побачья. Игорь Эйдман, социолог-таполитолог с Немечиной.